Противник продолжает обстреливать территорию нашей республики. На Донецком направлении противник применял танки, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам 10 населенных пунктов было выпущено 12 танковых снарядов, 45 мин калибром 120 мм и 135 мин калибром 82 мм. На Мариупольском направлении противник выпустил 3 мины калибром 120 мм и 24 мины калибром 82 мм. Также применялось вооружение БМП, гранатомета и стрелкового оружия по прилегающим районам населенных пунктов Ленинская, Октябрь и Коминтерна. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня. Вооруженные силы Украины уже давно перестали быть армией в полном смысле этого слова. Элементарная армейская дисциплина для вечно пьяных участников АТО стала восприниматься как нечто дикое и чуждое. Так бойцы 57-й отдельной механизированной бригады устроили настоящий вооруженный мятеж с требованием снять нового командира бригады Головашенко. На видеоролике, который мятежники опубликовали в сети интернет, они жаловались на постоянное оскорбление и проявление агрессии в отношении личного состава, в том числе и офицеров. Всех слов, комбриг даже избил начальника штаба 17-го батальона Кравченко, опустив тот факт, что майор пришел на совещание к командиру подразделения в нетрезвом виде. Также в своем видеообращении к президенту бойцы подробно рассказали, что до назначения нового командира подразделений не было никакой разницы, кто ты, рядовой, офицер, комбат или командир отделения. Ведь вооруженные силы Украины стремятся в НАТО, а такие вещи, как субординация, единоначалие и армейская дисциплина, по их мнению, просто бессмысленны пережиток советского прошлого. После подобных заявлений все сразу становится понятно, и тот беспредел, который творится в подразделениях вооруженных сил Украины, обретает новый смысл. Регулярное пьянство, употребление наркотиков, самовольное оставление части оказываются просто проявлением европейской свободы. Разумеется, что комбриг еще советской закалки с рассудком, не до конца изуродан идеями Майдана и пребывания в зоне АТО, увидев подобный бардак и попытался навести порядок подразделений жесткими методами. В результате обращения солдат 57-й бригады подразделений было направлено комплексная проверка, выявившаяся на множество нарушений и от которых в первую очередь пострадали сами солдаты, обратившие на проблему внимание Верховного главнокомандующего. Зато они убедились, что их демократический метод работает и другие военнослужащие могут, последовав их примеру, жаловаться на прямого президента. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok